Доброе утро, Приднестровье! Доброе утро, Республика! На календаре 10 октября, четверг. И этим утром с вами Александр Войков и Анастасия Чернитинская. Сегодня поговорим о Всемирном Дне Зрения. У нас в гостях будет врач-офтальмолог, расскажет о том, как важно проводить своевременную диагностику, ну и, конечно, проверит остроту нашего зрения. Мы уже упомянули важную дату столетия Приднестровской нашей государственности. Многие скажут, что такое сомнение вызывает, но все-таки, если обратиться к истории и к историкам, которые изучали все политические процессы на этой территории, даже картам, и все становится на круги своя. 12 октября 1924 года образовали Майя СССР. Сюда вошла вся территория современной нашей республики Приднестровско-Молдавской, 9 районов Украины полностью и 5 областей частично. И началось время развития колоссального. Это касалось и сельского хозяйства, и появлялись большие животноводческие комплексы, и птицы активно растили, и, конечно, восстанавливали, строили новые предприятия, крупные заводы. Сюда приезжали специалисты самых разных уголков СССР. То есть вот эта эпоха строительства, роста, и самое главное, что образование выросло буквально за первые 10 лет. Это действительно так, потому что власти Советского Союза были заинтересованы в развитии нашего региона. К 1937 году уровень неграмотного населения оставался всего лишь на уровне 3%, что было действительно колоссальным и хорошим показателем в уровне развития. Очень важно понимать, что в то же время в соседней Бессарабии наши бендеры в то время туда тоже входили, просто высасывали последние соки. И там уровень грамотности был еще, ну, просто на зачатках вот таких, и больше 90% населения оставалось безграмотными. У нас было на территории МССР больше 500 школ, 10 тысяч учеников в них обучались, еще было 3 вуза и 9 техникумов. Кроме того, что безграмотность была практически ликвидирована, здесь у нас было построено огромное число заводов, что-то восстановлено. На севере это тракторные бригады, в Рыбнице, Рыбницкий сахарный завод удалось восстановить. Специалисты сюда приезжали с самых разных уголков Союза и развивали, и строили здесь, ну, такую стабильную, развитую зону. Потом все эти специалисты должны были быть направлены в Бессарабию для того, чтобы помогать развивать и эту территорию, которая в последующем в состав МССР вошла. Но, к сожалению, началась Великая Отечественная война. Но сейчас говорить о том, что у нас здесь происходило, можно по воспоминаниям прабабушек. Моей семье бабушка и дедушка моей мамы из Веницкой области. И в то время они очень мечтали переехать в Тирасполь. Хотели здесь остаться на постоянное место жительства, не сложилось. И уже после войны, в 1954 году, мама родилась. И только потом она сюда приехала все-таки учиться и реализовала это желание. То есть это говорит о том, что здесь действительно нужно было, и рабочая сила нужна была. И люди видели в этом крае возможность развиваться и идти вперед. Действительно, это так. И воспоминания наших предков, они остаются всегда в нашей памяти. Потому что, помимо того, что развивали образование, развивали потом еще и сельское хозяйство, что вкладывалось тоже огромные большие усилия. И делалось это для того, чтобы поддерживать край. Потому что послевоенные времена были очень тяжелыми. Но никогда все это время не забывали и о культуре тоже. Действительно, мы уже рассказывали в своих сюжетах о том, что строилось и в Террасполе, и в Рыбнице, и на Севере. Ну, тогда еще Приднестровья, конечно, не было. Но что создавалось на территории МССР, чем были отмечены эти 30-е годы активного развития. Сейчас предлагаем перенестись в драматический театр, узнать о том, с чего начиналась история театрального искусства. И как потом вот эти театральные коллективы переезжали в Кишнев для того, чтобы поднимать театр уже там. 1934 год – начало строительства здания театра. В это время уже сформировано три труппы – молдавская, русская, украинская. Вот так в те годы выглядел первый молдавский государственный театр. Вывеска на латинице, она у нас была с 1932 года по 1938. В МССР жили люди разных национальностей, как и сейчас в нашей стране. Писали, говорили и даже играли в театре на трех языках. Летом 1936-го здание театра достроили, и все труппы активно начинают в нем работать. Раньше они до строительства здания, до начала его работы, работали в других местах. В бывшем здании дворянского собрания, в котором сейчас музей истории Тирасполя, возле мемориала славы, в начале 30-х был поставлен и показывался именно там, в бальной зале этого дворянского собрания, спектакль «Беруинца» молдавской труппы, который на злобу дня рассказывал о выпуске первого в Советском Союзе на заводе Кирова «Грейдер-Элеватора». То есть, ну вот, разная тематика, в том числе такая сугубо социалистическая. До этого в 1931-м в Тирасполе открывается украинский музыкально-драматический театр. В коллективе 62 человека. Просуществовал 10 лет, дал больше 200 спектаклей. В 1932-м появляется симфонический оркестр, в нем 42 человека. В 1939-м открывается драматическая студия, которая в дальнейшем переезжает в Кишинев. Следом и другие творческие коллективы. Две театральные труппы. Сегодня это театр Чехова и Менеску. И вот почему. В 1940-м году Румыния вернула Бессарабию Советскому Союзу, и из Тирасполя восстанавливать правый берег направляли многих специалистов – врачей, педагогов, артистов. Когда в 1940-м году была создана Союзная Молдавская Республика, и столица из Тирасполя, в которой она была с 1929-го года, перебралась в Кишинев, очень много было вопросов, почему так. Все-таки здесь все это развивалось, а там все это Румыния разорялось. Решение было принято, потому что еще в императорские времена Кишинев был центром губернии, а Тирасполя только центром уезда. В Тирасполе осталась только украинская труппа. Правда, ненадолго. Во время Великой Отечественной труппе пришлось уехать. Здание театра в Тирасполе сильно пострадало. У здания было заметное, оно на высшей точке центральной улицы. И оно очень пострадало. И очень долго его не восстанавливали. То, что было до войны, изображение Данка. Ну, а потом театр был закрыт на ремонт. И во время ремонта было повреждено это изображение. И его невозможно было восстановить. Восстановить здание удалось в 1963 году. Своей труппы не было. В 1969-м возрождать театр в Тирасполе приезжает известный в Советском Союзе режиссер 50-летняя Надежда Аронецкая со своими выпускниками. Виктор Клименко – ученик самого первого курса. Кстати, играет в театре до сих пор. В этом сезоне у меня масса юбилеев. 75 лет, 60 лет рабочего стажа, 50 лет в этом театре. Я помню первый день, когда мы только-только встретились с ней. Это было в Бельцах, когда расформировали Бельский театр. И она приехала отбирать к себе в труппу своих, кто ей понравится. Вот тогда я первый раз с ней встретился. Мне сказали, Господи, чтобы она тебя взяла, чтобы она вас взяла, меня и мою супругу. Потому что, говорит, великолепнейший режиссер, своеобразнейший. Вначале было очень мало зрителей, непривыкшие они были к театру. Потом все больше, больше, больше. И приходили потом в полный зал. Вот на Шукшина несколько было дней. Официальное открытие театра 26 марта 70-го показали спектакль «Город на заре». В труппе 30 человек. Здание театра участвовало во многих исторических событиях. Именно над ним 12 апреля 1944 года взвивалось красное знамя. И здесь 2 сентября 90-го на втором чрезвычайном съезде народных депутатов всех уровней провозгласили Приднестровскую Молдавскую Республику. Символично, ведь появился театр в то время, когда Приднестровье получило первую государственность. Продолжим говорить о творчестве. Начался учебный год, а значит, в своей двери распахнули школы искусств, музыкальные школы, художественные школы. И вот в этом учебном году многие педагоги говорят о том, что у них не добор первоклашек. С чем это связано? Я думаю, что меньше творчеству внимания уделять не стали, а, наверное, с ранних лет, наверное, с 3-4 есть возможность посещать частные кружки, какие-то вот такие небольшие группы, и наши дети занимаются там, а родителям потом уже очень сложно перевести их в другое место. Это уже дело привычки. Но на самом деле в Республике очень много таких творческих студий, мастерских и государственных творческих школ. Это и музыкальные школы, и школы искусств, и школы художественные. Действительно, это так. Но помимо того, что люди занимаются в частных кружках и секциях, вот как мне кажется, что очень часто еще влияет, когда человек сам захотел заняться музыкой. Вот, например, в мою жизнь музыка пришла в 19 лет, и я научился играть на гитаре, что у меня... Я вообще мечтал об этом с детства, но никто меня этому не мог научить в школу, я почему-то музыкальную не ходил. Но вот в 19 лет в мою жизнь пришла музыка, мне кажется, здесь так же. Не всегда в раннем возрасте могут родители, уследители, углядеть музыкальный слух у ребенка, ну либо сам ребенок может еще пока не хотеть, а потом с возрастом обязательно придет к этому решение. Поэтому, если у вас ученик младших классов, и он еще никакой кружок или секции не посещает, попробуйте одно, второе, третье. А может быть, у него есть тяга к музыке, а может быть, он виртуозно владеет тем или иным инструментом, и реинкарнация произошла, и Вивальди какой-нибудь или Моцарт вот в вашем ребенке. Сидит дома, бьет баклуши, а вы его не ведете в музыкальную школу, вот так вот. Да, очень много роликов, где совершенно маленькие такие юные крошечные таланты демонстрируют свое музыкальное творчество, искусство и свой музыкальный талант, но это или дано, или не дано. Но, наверное, развивать этот дар все-таки нужно. В нашей республике действует семь музыкальных школ. Есть и филиалы, их множество. В каждом, наверное, населенном пункте или более-менее крупном центре, где есть ДК, есть такой музыкальный кружок, есть учителя, профессионалы своего дела, которые любят музыку. Многие сами выпускники, а теперь пришли в школу музыкальную преподавать и делятся своими знаниями уже с подрастающим поколением. Я предлагаю сейчас отправиться в Слободейскую детскую музыкальную школу. Ей сегодня 65 лет, юбилейная дата, и будут праздновать действительно широко и масштабно. Это юбилейный год для музыкального учебного заведения. Давайте познакомимся с педагогами, с юными талантами, ну и расскажем о достижениях этой музыкальной школы. 65 лет столько исполняется детской музыкальной школе Слободей. Артем Демченко, Иван Спаревак, Алексей Осичев – все выпускники этой школы. А сколько их еще будет, талантливых музыкантов? Еще, еще послушаем внимательно. Вот так. А теперь давай сыграем первое предложение, первую фразу этюда. Так, давай. Ульяна только начала изучать скрипку. Сейчас в первом классе музыкальной школы уже есть любимые композиции. Моя сестра зовут Злата, и она меня привела сюда, потому что она мне дома играла очень красиво на скрипке. Мелодия скрипки мне очень нравится. Она нежная и красивая. Дома я очень люблю играть на скрипке для мамы, папы и сестры. В 45 лет здесь работает Надежда Стоянова, класс фортепиано. За эти годы выпустила десятки музыкантов. Вот фото одного из них. Это Станислав Венглевский из поселка Красное. Сейчас живет в Америке. Виртуозно играет на фортепиано и аккордеоне. Всегда на связи со своим преподавателем. Учеников всегда было много. По 18 учеников. Как прикоснулась к королевскому роялю. Как села на стул и больше не стала по сегодняшний день. Дети пишут. И вот с Америки пишет ученик. Венглевский Станислав. Я у него была по классу фортепиано. Общему. Но тем не менее, он закончил московскую Гнесинку. И уехал в Америку. И там по всей Америке ездит. Концерты дает. Пишет. И ноты присылает. И по классу баяну присылает. По классу фортепиано. Благодаря ему. Вот эти конкурсы, которые я показываю с учениками. Эти произведения, которые он мне присылает. Это просто... В этом выигрыш большой. У Надежды Михайловны семья музыкантов. Их было семеро. И каждый играл на каком-то инструменте. А мама пела оперу. Если вы думаете, что в музыкальной школе обучают лишь игре на инструментах, ошибаетесь. Здесь учат классно петь. Танцуй со мной. Я буду рядом. Что это ты, как будет наши сердца. Танцуй со мной. Это урок вокала джазовой музыки. Полина Мартыненко обожает это направление. Говорит, иногда хочется уйти, но всегда удерживает джаз. Ее мама тоже здесь училась. Были у меня такие, как моменты, наверное, в классе третьем, когда хотелось все бросить и перечеркнуть свою музыкальную карьеру. Там может быть... Но спасибо большое маме, спасибо большое моим учителям, которые верят в меня по сегодняшний день. Которые не сказать, что отговорили меня, а наоборот сказали, что делай так, как говорит свое сердце. Если ты чувствуешь, что твоя жизнь в дальнейшем связана с музыкой, конечно, нужно постараться, нужно заставить, наверное, больше себя заниматься, настроить себя на хороший лад, и все у тебя обязательно получится. Полину вдохновляет ее педагог Дарья Борбунова. Она тоже выпускница этой школы. Работает здесь пятый год. Наверное, джаз всегда был в моем сердце. Я очень люблю джаз, очень люблю эти все интересные ритмы. Поэтому, наверное, и джаз. Самая любимая у меня Эла Фиджеральд. Я очень люблю ее творчество. У нас даже многие говорят, что схожие голоса с ней, такие низкие. Экспромтом исполните любимый фрагмент? Да, конечно. Сегодня Слободейская музыкальная школа – это 117 учеников, 21 преподаватель. Учат играть на баяне, фортепиано, скрипке, духовых инструментах. Два филиала в Чоборчах и поселке Красное. И десятки ярких и талантливых артистов. И по две роты. Сегодня Всемирный день зрения о проблемах, которые он поднимает. О своевременной диагностике, а также о лечении глазных заболеваний. Здесь у нас, в Приднестровье, поговорим с нашей гостьей Юлианом Бабаджанян-Новак, врач сети Вива-Оптика у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, глаза, зеркало, души. Вам, как специалисту, насколько легко определить, вот так вот на первый взгляд, так на вскидку, что у человека есть проблемы со зрением? Ну, уже с опытом достаточно легко бывает. Потому что, как правило, если человек плохо видит, он обычно щурится. То есть у него, как правило, если это человек уже в возрасте, чаще морщины вокруг глаз есть. То есть если это какая-то другая патология, например, катаракта или глоукома запущенная какая-то, тоже приходится замечать иногда. Сейчас, мне кажется, был одно время тренд на очки. Это просто были стекла, и молодежь очень часто вот эти вот крупные линзы. Ну, так красиво, да, сделать несколько фоток, просто погонять по городу. Насколько это безопасно? Ну, если там стоит хорошая линза, то есть если она не дает никаких искажений, то, в принципе, это совершенно безопасно. Вот скажите просто, я сегодня максимально в тему нашей беседы здесь нахожусь, в принципе. Вот насколько мне известно, сейчас проблемы со зрением начинают, так сказать, молодеть. Близорукость, дальнозоркость, астигматизм. У меня с 12 лет астигматизм, например. Бабушка у меня в 83 года нитку в иголку продевала без очков, и то есть у нее зрение было, я не знаю, там на 120%, если такое вообще возможно. Почему так происходит? И так ли это? Или это все-таки предрассудки, нам так кажется? А ваша бабушка вдаль хорошо видела? Вопрос? Не знаю. Ну, это часто бывает. Допустим, если у пациентов уже в пожилом возрасте катаракты, то они частенько видят хорошо, близко, а вдаль уже плохо. Увеличивается количество детей, страдающих патологией рефракции. Связано это, конечно, с тем, что сейчас очень большая нагрузка детей с близью, то есть достаточно много времени уделяется на уроки, гаджеты, просто игры какие-то. То есть, как правило, дети находятся, вместо того, чтобы гулять и вести подвижный образ жизни, они у нас все время в каких-то заботах непонятных, поэтому молодеют. Но все-таки главное – это обратиться к грамотному специалисту, который подскажет и диагностику проведет, и лечение назначит он, а не вы будете заниматься самолечением. Но у нас такая натура. Пока не заболела голова, уже мигрень не беспокоит несколько месяцев, пока уже 100%, ну, я не вижу, да, вот надо вот или очень-очень близко, или с прищером, как вы уже сказали, ну, вот только тогда, может быть, обращаются к врачу. Некоторые приходят просто в оптику и говорят, мне бы очки подобрать, давайте подберем. Вот как часто можно ограничить лечение, да, посещение такого специализированного учреждения, просто выписка очков? Обязательно нужно обращаться, конечно, к доктору, если вас что-то беспокоит, если появляется туман в глазах, если вы заметили, что раньше вы видели лучше, или если вы начинаете отдалять предмет даже немного от глаз для того, чтобы лучше разглядеть его. Скорее всего, это говорит о том, что зрение у вас ухудшилось, и необходимо посетить офтальмолога. Что касается детей, то очень часто дети нам не говорят о том, что у них снизилось зрение, да, даже бывают случаи такие печальные, что дети говорят, а родители не верят, то есть такое тоже бывает. Если ребенок намекает, или если вы видите, что он ближе подходит, допустим, к телевизору тому же, да, если он щурится, если у него часто болит голова, да, то есть если у ребенка есть такие жалобы, то обязательно нужно обратиться к офтальмологу, чтобы проверить зрение. Ну и каждый год это наблюдение диспансерное, конечно. То есть раз в год обязательно посещать специалиста для того, чтобы на ранней стадии выявить. Есть скрининг в год, полтора-два. Насколько эффективна вот эта диагностика в столь раннем возрасте, если ребенок не говорит, что-то можно увидеть? Можно, у нас же есть специальные методы обследования, с помощью которых мы можем определить рефракцию даже маленького ребенка, то есть там два-три месяца. Если он фиксирует взгляд уже, то мы можем определить его рефракцию с помощью... Наследственность. Какую роль играет? Наследственность играет большую роль. И зачастую, как правило, детки, у которых родители страдают безорукостью либо астигматизмом, у них, как правило, это со временем проявляется тоже. Что сделать для того, чтобы уберечь этих детей? Нужно правильно дозировать нагрузку все-таки, потому что до 7 лет, как правило, глаз растет, и вообще до 7 лет нельзя загружать детей работы вблизи. Не важно, это лепка, рисование, да, то есть нужно все делать дозированно. Потому что детки, у них глаз растет, и если его перенагружать, глаз начинает расти в передне-заднем отрезке, то есть увеличиваться в размере, и это приводит к близорукости. Вы пришли не с пустыми руками. Это самая таблица, которую многие из нас помнят со школьной скамьи. Я знаю наизусть первые две строчки. Я тут с очками в руках. У меня проблема такого рода. Я какой-то период времени просто стеснялась их носить. Когда наступают сумерки, я уже понимаю, что за рулем мне некомфортно, мне нужно их надевать. Вот когда понять, если тебе выписали, все-таки подноси, и станет легче, и нагрузка упадет. Если вы очки носите впервые, или если вы пациент со стигматизмом, что тоже очень важно, и ранее не носили очки, то очень часто могут быть головные боли, искажения, то есть пока вы не привыкнете. Поэтому нужно терпение, нужно привыкать. То есть если вы не можете сразу надеть их и ходить в них, то нужно делать это постепенно. Первый день полчаса поносили, второй день час, полтора часа. И так, пока вы не привыкнете. Но сделать это нужно обязательно, потому что заблуждение, что если ты начнешь носить очки, а потом ты от них не сможешь отказаться. Да, действительно, редко, конечно, потом в пациенты отказываются, но не забываем про то, что если ходить без очков, то минусов гораздо больше. То есть это постоянные головные боли, это недомогание, вечная усталость. К вечеру ты ощущаешь дискомфорт в глазах, песок. То есть зачем себя мучить, если можно и нужно носить очки для того, чтобы, во-первых, с профилактической целью прогрессии патологии оно как бы может остановиться. И это комфорт. Почему лишать себя того, что комфортно, то есть того, что нужно. Это вообще действительно так? Не так. Не в футляре, да? Все-таки на носу. На носу. Вот как я, например. Мне кажется, я вообще даже в них сплю, у меня есть ощущения. Что касается оперативного вмешательства. Раньше многие такие манипуляции делали за границей, приходилось выезжать. Сейчас есть возможность проходить лечение здесь у нас на месте. И мне кажется, некоторые, ну, больничные, хорошо, несколько дней, в зависимости от сложности этого диагноза, сложности оперативного вмешательства, минимальные и риски минимальные. И ты сделал операцию, да, вернулся к себе домой, и, в принципе, к обычной жизни, да, есть ограничения. И потом последующие рекомендации, но насколько выросла в этом направлении наша медицина. Если вы говорите про лазерные операции, да, я так понимаю, у нас делают их именно в нашем государстве. Довольно часто делают, но, к сожалению, не всем можно делать лазерные операции. То есть есть определенные противопоказания. Допустим, это пациенты, у которых высокая осложненная близорукость, прогрессирующая, у которых есть отслойки сетчатки, разрывы сетчатки, да, то есть дистрофии сетчатки. Они являются в группе риска и, скорее всего, им в операции будет отказано, да. Также это пациенты, страдающие эмблиопией. То есть это ленивый глаз. Когда мы даем коррекцию, пациента глаз не коррегирует. Ну, я знаю, что в данный момент операции этим пациентам проводятся, но, к сожалению, 100% зрения у этих пациентов не будет уже никогда. Если они дают коррекцию, например, в очках непосредственно, ну, там, 50%, да, грубо говоря, то и после коррекции, скорее всего, что зрение будет примерно такое же. То есть есть свои противопоказания. У каждого это все нужно обсуждать непосредственно уже с оперирующим хирургом, доктором, который вас будет оперировать. Он еще проводит дополнительные методы обследования. То есть нужно знать толщину роговицы, нужно знать толщину хрусталика. То есть все вот это вот, оно в комплексе. И потом доктор вам сообщает, можно ли вам сделать эту операцию или нет. Подскажите, пожалуйста, вот те, у кого есть проблемы, их уже выявили, окей, они знают, когда наблюдаются, они с врачами общаются. Живет человек, некий Николай, который никогда в жизни не сталкивался с проблемами. Вот как часто ему нужно проверять свое зрение просто для того, чтобы быть уверенным, что все в порядке? Раз в год, раз в два, раз в три года. Как, ну, насколько достаточно часто посещать вас нужно? Ну, вообще рекомендовано раз в год. Но если у вас есть жалобы, конечно, приходите по мере появления этих жалоб. В зависимости от того, какой патологией страдает пациент. То есть у нас есть пациенты, которые приходят каждые 3-4 месяца, да. Тут уже непосредственно при обращении к доктору, если у вас выявлена какая-то патология, то уже доктор говорит, через какое время вам нужно подойти. Ну, если вы здоровы, то раз в год обязательно, например, измерение внутриглазного давления после 40 лет. Это обязательно процедура, которая проводится для того, чтобы ранее, ну, то есть с целью ранней диагностики глаукомы. Потому что глаукома – коварное заболевание. Оно может долгие годы о себе не говорить, не проявлять себя. И пациент может просто элементарно не знать. И причем поля зрения у нас будут сужаться с периферии, а центральное зрение будет сохраняться. Поэтому довольно часто пациенты даже не замечают, что страдают от этой патологии. Поэтому необходимо хотя бы раз в год после 40 лет обязательно измерять внутриглазное давление. Коль пациент не идет к врачу, а врач приходит к нам в студию, я предлагаю провести все-таки диагностику. Вот это вот первая самая таблица. Саша, давай ты будешь ассистировать, потому что я уверена, что ты увидишь даже нижнюю строчку. Я уверена, что я хорошо поддержу эту таблицу, да? Да. Хорошо, здорово. Мне специальная штука, которую буду закрывать. И проведу диагностику Анастасии. У нас должно быть специальное расстояние, правильно? Да. Обычно составляет на вот такой вот формат А3. Два с половиной метра. То есть этого будет достаточно. Двумя глазами смотреть смысла нет, я так понимаю. Мы закрываем по очереди. Один глаз, а второй, ну, держись. Я? Да. Нижнюю строку вообще не вижу. ШИНК, МИ, МБ. Вот. Этим правым глазом я вижу. А теперь самое интересное. Теперь. Я не вижу две нижних строчки. Первая буква. А нет, давай начнем снизу, потому что мы потеряем много времени. Третья снизу у меня уже очень и очень плывет. Но различить я еще могу, а комфортно. Вот сейчас для меня это удивительно. Вот чтобы оно не плыло, такого нет. У меня все плывет. Но я знаю, что у меня астигматизм. Я знаю, что у меня минус именно на левом глазу. Правый пока не страдает. Вот насколько это может быть опасно? Когда один вроде как видит, а второй нет. Может быть нагрузка? Иди ко мне, Саша, обратно. Все понятно. Да, благодарю. Возрастает ли нагрузка на мой здоровый правый глаз? Ну, нагрузка, конечно же, правый глаз у вас, конечно, берет всю нагрузку на себя. Да, но если бы вы были, допустим, если бы у вас большой был минус или астигматизм, и вы были там лет 5-6, да, то можно было бы подумать, что у ребенка может развиться, допустим, там, амблиопия или косоглазия, да. Поэтому необходимо тренировать левый глаз. А в вашем случае я думаю, что это не очень опасно, так как вы назвали почти 100% левым глазом, правым 1,2, то есть 120%. То есть правым вы видите хорошо, левым немного хуже. В принципе, зрение у вас, я думаю, что и минус не очень большой. Вот у меня вопрос. Вы сказали про то, что одним глазом видит лучше, левым чуть хуже. Я не знаю, почему так, но у всех, у кого есть проблемы со зрением, по крайней мере, на моем пути, у всех с левым глазом, у меня в том числе, всегда хуже. Почему так происходит? Может быть, не только левый? Есть ли такая тенденция? Да, есть ли такая тенденция, и почему так происходит? Ну, как правило, чаще всего, конечно, один глаз видит лучше, другой хуже. Но бывает такое, что они видят одинаково. То есть изначально же они у нас видят одинаково. Знаете, есть такое понятие, как рабочая рука, так вот есть. И у нас понятие ведущий глаз. То есть один глаз у нас работает сильнее, да, то есть берет больше напряжения на себя, другой, он ему помогает. С таблицей буквенной все понятно. Какую еще диагностику можно провести у вас на приеме? Скажем, если я хочу сразу подобрать очки, и мы пришли в вашу сеть и обратились к вам за помощью. Ну, кроме того, что мы проверяем зрение, мы обследуем пациента на щелевой лампе, то есть осматриваем передний отрезок глаза, чтобы не было никаких отклонений, допустим, придаточного аппарата, век, конъюнктивы, роговицы, склеры, хрусталик и так далее. Осматриваем непосредственно сетчатку с помощью офтальмоскопа для исключения таких патологий, как дистрофия сетчатки, глаукома, заболевания, допустим, если у вас есть сахарный диабет или артериальная гипертензия, тоже необходим обязательно осмотр глазного дна. Измеряем внутриглазное давление и, конечно, проверяем зрение вблизи. То есть и в последующем уже даем рекомендации. Конечно же, назначать какого-то лечения мы не можем, а вот выписать очки, то есть посоветовать. В любом случае доктор даст дельный, правильный совет и выпишет нужный рецепт. Главное не затягивать. Если вы чувствуете какие-то изменения, обратитесь к врачу. Вот сейчас такой праздник, и пускай это станет напоминанием. Всемирный день зрения, пускай острота вашего зрения будет на максимум. Вам спасибо и всего доброго. И вам спасибо огромное. Мы продолжаем и поговорим о звездных предсказаниях на этот четверг. Традиционно начинаем с овнов. Я думаю, что день будет приятным и многообещающим. Овнам стоит прислушаться к мнению опытных людей. Захочется идти своей дорогой, но она окажется слишком трудна. Но это все-таки хороший день, если вы хотите с кем-то помириться. Негатив забывается и остается в прошлом. Тельцы. Довольно стрессовый день. Ничего серьезного, просто мелкие ошибки и небольшие задержки сказываются на эмоциональном фоне. Вам стоит отвлекаться на маленькие радости. Не рекомендуется спонтанно что-нибудь покупать, но запланированные покупки обязательно совершайте, и они будут удачными. Близнецы. Может оказаться больше дел и забот, чем вы представляли. Придется все делать в спешке. Порой будет нелегко поладить с окружающими. Но если в этот день вы сконцентрируетесь на важном, никакие препятствия не смогут омрачить ваш путь к успеху. Вот так вот идем к успеху все вместе. Раки. Окружающие могут отвлекать и раздражать, задавая слишком много вопросов. Если вовремя не отгородиться, сдержать эмоции будет очень сложно. Лучше всего ограничиться экспертным мнением и планированием. Что у львов? Страсти и эмоции кипят. Сегодня вы можете совершать поступки, которым все удивятся. Вторая половина дня хорошо подойдет для занятий, расширяющих кругозор. Посмотрите познавательную передачу, прочтите научную статью или интересную книгу. Прям интересный день сегодня у львов. Продолжаем. Девы, вы не ищите легких путей к цели. И сегодня это вам на руку. Решение сложных задач поможет развивать навыки и блеснуть талантами. Могут появиться новые люди в вашем круге общения. Интуиция подскажет, стоит ли им доверять. Весы. Веселый, позитивный день. И хотя некоторые дела не получится закончить вовремя, вы не расстраивайтесь. Будет возможность здорово развлечься, возможно отправиться в поездку. Вот так, скорпионы. Ощущается прилив сил, появляются новые желания. Это хороший день для соревнований и общения с руководством. Многие скорпионы выгодно вложат сегодня деньги. Можно обсуждать долгосрочное сотрудничество. Стрельцы, дальше не стоит посвящать посторонник в свои планы. Полученную сегодня информацию следует хорошо обдумать. Вечером проявите терпение, не рубите с плеча, проявите смекалку и сглаживайте острые углы. Да, кстати, сглаживание острых углов – это рекомендация для всех, очень сильно помогает. Козероги, вы редко бываете ранимы, но сегодня именно такой день. Любые замечания вызовут у вас обиду. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу и не оглядывайтесь назад. Кстати, сегодня не исключены выгодные приобретения. Водолеи. Преодолевая трудности, вы откроете новые возможности, как только начнете действовать в новом направлении. Перспективы и выгодные приложения не заставят себя ждать. Сегодня будет легко вести за собой команду. Запросто удастся завоевать симпатию интересных вам личностей. Также не исключены романтические предложения. Романтические предложения. Это очень важно. Их может быть ни одно. Рыбы. Вы так долго плыли против течения и наперекор обстоятельствам, что сегодня звезды вам прямо намекают. Пора остановиться и переосмыслить свои приоритеты. Сейчас вам выгодно закрыться от внешнего мира, провести некоторую работу над ошибками. Возьмите время на обдумывание и на отдых. Ну, мне кажется, октябрь, когда приходит, вот эта вот осенняя хандра чуть-чуть имеет место быть. Не обращайте внимания на туманность за окном, на снижение градусов к концу недели. Вообще ожидаем такую октябрьскую осеннюю погоду. Дарите свое настроение и творите его самостоятельно. Летние, осенние, зимние яблоки. Очень вкусно, очень полезно. Начинается сезон буквально с августа. И тот самый сорт белый налив, вот у меня всегда ассоциация сад бабушки и первые яблоки. По ним так даже не увидишь, созрели они или нет, но аромат просто потрясающий. О том, что можно приготовить и как правильно выбрать яблоки в этот сезон яблок, уже мы поговорим сегодня утром со Станиславом Шустрым. Станислав, доброе утро. Доброе утро, добрый день, друзья. Всем привет и всем вкусного настроения. Ой, самое главное, настроение у нас всегда вкусное. Александр любитель всех кулинарных наших сюжетов. Слушай, ты когда-нибудь дошел до готовки? Конечно, я очень люблю готовить. Я очень люблю готовить, я правда люблю. Мне нравится, нравится экспериментировать. Поэтому не могу не спросить у Станислава. Станислав, что касаемо яблок, любите ли вы вообще яблоки? Ранние яблоки уже прошли, ранние сорта. Что сейчас самое вкусное можно найти на рынке и что из этого можно приготовить? Друзья, давайте поговорим немного о маленьком нюансе. На самом деле человек, мне кажется, я не знаю с каких веков, но на самом деле человек связан с яблочком, потому что после первого материнского молока ребенку всегда дают яблоко зеленого цвета. Это может быть голден, это может быть другой сорт в зависимости от местности. Но яблочко, друзья, с яблочком очень много связано в нашем рационе с самого детства. Поэтому, друзья, выбираем. В каждом местности есть, конечно, свои сорта яблок. И мы многие сорта уже не знаем, потому что на сегодняшний день сортов яблок на самом деле очень много. Их вывели, и они настолько вкусные, настолько ароматные. Поэтому, друзья, всегда интересуйтесь у продавца, насколько интересное вкусное яблоко. Если можно попробовать, конечно, нужно попробовать для того, чтобы понять, что за яблочко. Здорово. Если говорить все же про сорта сейчас. Вот мой самый любимый сорт яблока – это голден. Я его просто обожаю. Ну, это стандарт, наверное, да? Пускай. Зато это самый вкусный стандарт. Я его готов есть много, постоянно и всегда. Что вы посоветуете? Что, возможно, какой из сортов в вашем виде? Вот именно в свежем виде. Да, да, да. В свежем виде я на самом деле тоже предпочитаю очень голден. Также есть сорт, он, мне кажется, его завозят к нам. Это голден банановый сорт. Он более яркий вкус, более желтый, если голден, он более такой зеленоватый цвет. У голден бананового сорта, я не знаю, почему он называется банановый сорт, но именно это и, скажем так, папа, голден, мама, что-то, в общем-то, сделали такое, но очень вкусное, очень ароматное яблоко. В прошлом году я его даже взял очень много, где-то полу-двух ящиков, у меня есть подвал, и я очень часто использую это яблоко во всех блюдах. Слушайте, у меня воспоминания о детстве. Мы всегда на зиму закупали несколько ящиков, на балконе яблоки всегда хранились. Это вот как картошку, купите лук и яблоко обязательно. Сейчас, ну, до лета уже можно будет сохранить именно эти твердые зимние сорта, хранятся великолепно, не обязательно закупать на рынке, всегда их очень и очень много. Мне нравится с красной такой яркой кожурой. Вот, кстати, шкурка. Считается, что наибольшее количество питательных веществ именно в кожуре, да, и запекаем, и кто-то вынимает всю сердцевину и мякоть, превращает в яблочное пюре, а кто-то именно с кожурой. Вы на чьей стороне? На самом деле, если это просто перекус, то, конечно, яблочко не запекаю, поедаю как есть. А деткам рекомендуют обычно снять кожуру, потому что у деток еще зубки или слабенькие, или еще, как говорится, ну, маленькие, молочные. Поэтому им обычно снимают. Ну, а взрослым, мне кажется, ну, незачем. В кожуре очень много витамин, и с кожурой как-то очень вкусная и сочная яблочка получается так. Мне кажется, кожура у яблока – это как хрустящая панировка в каком-то любом блюде, когда ты кусаешься, и она так здорово хрустит. Ой, все, не могу, я сейчас поеду на рынок. Ну, о яблоках в свежем виде поговорили. Я чаще всего все-таки предпочитаю запеченные яблоки. Якобы дискомфорта потом меньше, но вот эта хрустинка все-таки не хватает. Иногда как лучше всего запечь яблоко, вынимая сердцевину? Может быть, что-то внутрь, ну, можно положить, например, орехи, изюм. Если нет никаких противопоказаний, мне кажется, мед, корица – ой, очень вкусно. Есть рецепты? Что добавить? Какие специи? Какие орехи? Анастасия, вы сейчас напомнили очень вкусный рецепт. На самом деле, это когда вынимается сердцевина. Сердцевину вынуть очень легко, вырезав ножиком или если есть специальная трубочка, просто вынимаем, добавляем мед, орехи, корицу, запекаем в таком виде. Ребят, это вкус детства. У меня бабушка так часто готовила, поэтому я люблю этот очень рецепт. Запекайте, пробуйте. Можно также готовить, просто нарезав на дольки. Запекаем буквально минут 15 при температуре 180 градусов, посыпаем вкусным. Можно добавлять коричневый сахар, можно добавлять немного какао, можно добавлять корицу. Ребята, экспериментируйте. Яблочко – это очень вкусно. Здорово. Если говорить о корице, я вообще, когда иду на рынок, я обожаю отделы со специями. Для меня специи – это то, без чего не обходится ни одно блюдо. Мне кажется, в этом очень большой вкус. Если мы говорим про яблоки, что туда и специи можем еще посоветовать помимо корицы? Честно, я использую очень часто корицу, очень использую часто какао-порошок, коричневый сахар. Можно чуть-чуть, если вы любите экспериментировать, можно немного розмаринчика. И в общем все. Единственное, что использую, бывает, использую. Если мне чего-то не хватает острого, то добавляю еще немного черного перца. Для остроты вкуса, остроты ощущений. Наверное, вкус яблока раскрывается по-особенному. Вот попробуй, Саш, потом расскажешь. Конечно, попробуй. Если кто-то приготовит, да? Я и сам сегодня постараюсь. У нас в университете был преподаватель русского языка. Так вот мы писали диктант, который назывался «Рецепт яблочной шарлотки». Вот мы под диктовку писали этот рецепт, а потом рассказывали, кто как приготовил, это было очень интересно и очень вкусно. Я добавляла шарик мороженого ванильного. Это было просто потрясающе. К сожалению, этой осенью у меня еще руки пока не дошли до пирогов. Но я знаю, что у вас есть несколько простых рецептов. Там даже есть сэндвич с яблоком. Очень необычно. Я вначале посмотрела, а потом думаю, да, вроде бы вкусно. А если еще сыр творожный добавить, а еще что-нибудь можно на свой вкус, вау. Так что заходите на страничку, вы сейчас видите ссылку. Там два рецепта. Один из них даже торт на сковороде. И будете удивлены, насколько быстро это готовится. Что еще из таких изысканных, необычных сочетаний, Станислав, предложите нашим телезрителям? Ой, на самом деле из яблочек-то можно приготовить очень много всего. И тарты, и пироги, и перекусы. Друзья, я всегда очень люблю экспериментировать на кухне. И всегда, конечно же, говорю своему зрителю, всегда своим друзьям говорю. Друзья, экспериментируйте. На самом деле в экспериментах открывается не просто что-то новое. Открываются новые вкусовые какие-то качества в каждом человеке. Поэтому, друзья, никогда не останавливайтесь на том, что вы готовите, например, даже элементарный просто сок яблочный. Добавляйте немного морковного, добавляйте немного лимонного сока для того, чтобы добиться каких-то своих интересных изюминок в том, что вы готовите. Ну, а из яблок можно готовить очень много всего. И в уточку можно добавить, и в курочку. И я очень... Одно из очень вкусных рецептов, это когда я добавлял в печень куриную яблочко, грушу. Друзья, я всегда экспериментирую, и мне настолько это нравится. И я, конечно, стараюсь делиться с этим рецептом именно с вами. Я вот сейчас слушаю Станислава. Уточки захотелось. У меня просто сейчас разлёт моей фантазии кулинарной. Начну вот с чего. У меня ребёнок очень любит надёртые яблоки с морковкой. Вот сказали про лимонный сок. Это суперздорово. Недавно я попробовал салат. Вот из той самой куриной печени, из запечённого яблока. Тёплый салат, да, я так предполагаю? Да. Это просто взрыв вкусовых рецепторов. Я даже знаю, где ты попробовал. Да, именно там его и пробовал. Станислав, если говорить о салатах, можно ли, рекомендуете ли добавлять яблоко, и в каком виде это лучше делать? Друзья, я рекомендую добавлять яблочко почти во все салаты. Дело в том, что яблочко только не добавляйте в бобовые. Вот единственное, что я не рекомендую смешивать яблоко с бобовыми. Яблочко, друзья, если кто помнит, яблоко даже добавляли наши дедушки, прав... давайте вот так, бабушки, правабушки наши добавляли в винегрет. Мало кто пробовал винегрет с яблочком, с добавлением яблочек. Попробуйте, вы увидите, насколько это очень вкусно. Но также я салаты очень часто готовлю, и вы можете заметить, что в салатах я тоже очень часто использую яблочки. Слушайте, а в винегрет как дополнительный ингредиент или вместо чего-то? Смотрите, бабушки наши готовили как? Мы обычно добавляем что? Кислую квашеную капусту. Они вот именно к добавлению квашеной капусты они добавляли кисло-сладкое яблочко. Ни в коем случае не сладкое, а именно кисло-сладкое. Как изюминка. Это на самом деле я уже пробовал несколько раз, угощал друзей, все остались в восторге. Я буду готовить винегрет. Ну и мои пироги, это сладкое. На самом деле винегрет, это первый, мне кажется, салат осенний, который готовится очень часто в каждой семье. Хорошо, Станислав, смотрите, Настя по вегетарианским блюдам, у нее сегодня будет винегрет, здорово. Я люблю больше мяса. Уже упомянули курочку-уточку. С какими еще мясом можно сочетать яблоки и, может быть, какие-то советы по этому поводу? На самом деле яблочко можно добавлять к любому виду мяса. Это и говядина, это и баранина, это и свининка, если она не сильно жирная. Это и курятина, и индюшатина. Друзья, это на самом деле большой такой, я бы сказал, наверное, ассортимент, ну, куда можно добавить, к какому мясу. Я часто, конечно, использую, чаще всего, это, конечно, если это салат, то или говядину добавляю в мясо, или куриное мясо. Можно индюшину, если у вас есть возможность приобрести такое мясо. К говядине обычно чаще всего, конечно, запекаю. Ну, и так же со свининкой тоже запекаю очень часто. Добавляю прямо слой на, ну, если это в фольге, например, мы добавляем и снизу слой яблочка, и сверху добавляем, обязательно добавляем еще лучок, чтобы, скажем так, сбалансировать этот вкус. Но на самом деле яблочко используется на кухне, мне кажется, у каждого повара очень часто. Ну, и снеки, это, наверное, самое простое, ребенку на перекус на противень при однородной температуре, при открытом духовом шкафу, а у некоторых есть даже сушки, да, главное тонко нарезать, и там не только яблоком можно обойтись, и грушу туда же, и сливану там несколько больше времени, потому что чем сочнее фрукт, тем дольше он будет сохнуть. Вот вам и полезные перекусы. В общем, вариантов очень и очень много. Станислав, вам спасибо. Мы следим за новыми рецептами. А если вы сегодня утром еще в раздумии, что приготовить, вот обязательно загляните, а яблоки, я уверена, есть в каждом холодильнике. Однозначно, да, спасибо вам огромное. Ну и ждем рецепты. Самый лучший, самый вкусный. С нетерпением ждем рубрику. И еще раз вам спасибо и хорошего дня. Спасибо огромное. Ребята, берегите себя и готовьте, экспериментируйте и радуйте родных и близких. Спасибо. Спасибо огромное. Такая неделя октября у нас выдалась очень праздничной. Вначале отмечали день города Бендеры. В связи с погодой празднование перенесли на 8 октября. Во вторник очень было зажигательно на городской набережной. Весь город гулял, праздновал. Это было невероятно, потому что Бендеры всегда организуют праздник для всех. От мала до велика и интересно всем. Это какие-то фишки, современные вот такие вот конкурсы. И хочется самому участвовать. Тот же забег в кокошниках. Ну как же потрясающе выглядели наши не только бендерские, приднестровские красавицы. И кокошник стал просто украшением, дополнением. Но состязания, я уверена, что и наши телезрители, и подписчики Первого Приднестровского видели, что были не шуточные. Настя очень правильно сделала поправку. Не только бендерские. Я, например, увидел, что огромное количество моих друзей из Террасполя все были на празднике в Бендерах. Такое, скажем, визит дружбы в соседний город для того, чтобы поздравить Бендеры с праздником и отпраздновать этот день. Но у всех террасполячан есть хорошая возможность в ответ абсолютно верной пригласить теперь бендерчан к себе на праздник на День города Терраса. 14 октября выпадает на понедельник, поэтому было решено перенести все основные торжества на выходные. Пока погода позволяет, основные мероприятия пройдут в Екатерининском парке. Центральная часть города тоже будет вся задействована. Праздник начнется с 9 утра. Там будут и подворья, и мастер-классы. Будет интересно и деткам, и взрослым. Можно будет приобрести продукцию местных производств, каких-то небольших хозяйств. Сыры я очень люблю всегда, и можно продегустировать, и что-нибудь купить домой в 21.00. Ну, конечно, вечер завершится салютом. До этого будет большой праздничный концерт. Просто лучшие номера, лучшие творческие коллективы выступят на сцене Екатерининского парка. Мы знаем, что погода вносит свои коррективы, у нее иногда бывают совершенно другие планы, поэтому подписчики Первого Приднестровского в наших соцсетях первыми узнают, отменили, перенесли, куда перенесли. И так что следите и будьте в курсе, чтобы знать, какого числа все-таки столица отметит свой день рождения. Поэтому следите за нашими новостями и обязательно увидите, как мы отметили день рождения нашей столицы. А лучше принимайте участие во всех этих мероприятиях, подворьях и мастер-классах. Это всегда интересно, всегда живо. И это возможность провести выходной день всей семьей вместе. И увлекательно. Но сегодня четверг. Это значит в эфире новый выпуск программы «В путь по-новому». В этот раз мы не обошли вниманием и Бендеры, и Террасполь. Собрали два города в один выпуск. Такой предпраздничный, постпраздничный он у нас получился. Мы с Артемом очень долго думали, как мы не говорили о наших городах. Программа существует очень-очень много лет. Я уже не могу сказать, какой там сезон по счету. Говорили, конечно, и о Бендерах, и о Террасполе. Посмотрели на этот раз с другой стороны. Мы вышли на улицы наших городов с наступлением темноты и узнали, чем живут Бендеры и Террасполь ночью. Кто работает, кто создает вот эти ритмы в ночное время суток. Мы познакомились с невероятным числом героев. Позитивные, добрые, увлеченные, открытые. Иногда погода нас тоже подводила. Но, в общем, на праздник в Бендерах мы попали. Столицу еще не осветили. Я уверена, что сейчас Терраспольчане посмотрят и скажут, а мы сделаем еще лучше. Давайте будем зажигать. Сейчас небольшой анонс, но вечером сразу после Кэба новый выпуск. Есть маленькая информация. Тем, кто сомневается, смотреть или нет, Настя практически нашла себе нового соведущего. Если интересно, посмотрите анонс, а потом и самопередача. Мы с Настей задумались, как мы еще не показывали наши города. Как только не показывали, Артем. Ну, а мы пришли к выводу, что мы не показывали еще города вечером и ночью. У нас все улицы 25 октября, центральный Карл Литних, так говорят, всю ночь. А остальные улицы города происходит отключение в 0.30 и включается в 5 утра. Слушайте, в течение дня, когда здесь максимально загружено и многолюдно, вы можете пройти мимо, даже не заметить. Вот сейчас мы обратили внимание, так что вы по центральному ряду проходите и вот подходите к этой полке добра. Очень прекрасный город, очень много талантливых людей. Очень приятно со всеми общаться. Добрый город, люди отзывчивые, понимающие. Ты в пене абрикосовых садов и в персиковой розовой накидке. Мой милый город над рекой Днестром застыл в очаровательной улыбке. Понимание того, что ты где-то нужен и ты можешь помочь людям, это как-то помогает. Бдить, не спать, быть начеку всегда. Работаем мы круглые сутки, чтобы всегда у нашего потребителя был свежий хлеб на столе. То есть мы работаем не останавливаясь. Самое приятное, что светло, швы и газон мягкий. Ложище. Ну ладно. Ну, такого яркого, шумного завершения программы у нас давно не было. В завершении выпуска нам остается узнать, какой погода будет в этот четверг. Пока радуемся и наслаждаемся. Температура днем выше 20 градусов. От 20 до плюс 22 на севере и в центральной части республики, что на юге. Да, если мы передвинемся южнее, можем увидеть, что в Бендерах, Террасполь, Слободе и Днестровске погода практически одинаковая. 22-24 градуса днем и 13-15 градусов ночью. На севере чуть-чуть теплее было. Плюс 16 ночи, но действительно холодно. Я уже достала теплое одеяло. Первую ночь насладилась теплотой. Подумала, почему я не сделала все-таки этого раньше, но уже на следующей неделе. В городах у нас будет тепло. Отопление поступит вначале в детские сады, школы, медучреждения, а затем в дома приднестровцев. Так что не расстраивайтесь. То похолодание, которое прогнозируют нам синоптики с субботы, никоим образом не должно отразиться на вашем настроении. Чувствуйте себя позитивно, комфортно. Мы с Сашей сегодня старались зарядить вас своим теплом и своим светом. Надеемся, что удалось. Мы надолго не прощаемся. В 19.40 снова увидимся. Александр Войков. И Анастасия Черничинская. Всего доброго, хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»!